Продолжение следует... Продолжение следует... Так, первое, что я хочу сказать, значит, вот постановка на малом бородане. Ты играешь в традиционной постановке, да. Смотри, главное, значит, в обслуживании пружины. В пружине, например, машинка включается малого бородана, она даже с трогой картиникулярной, которую я делал. Почему? Объясним. Дело в том, что вот самая лучшая зона, которая звучит на малом бородане, это зона кукол пружины. Зона, которая находится сбоку, да. Она звучит немножко беднее. Вот. И второй момент, это... Сейчас немного чуть-чуть поправим. Вот, чтобы он показал точнее. Второй момент, пружина, она дает помощь при игре тренбола. Вот, поиграй, пожалуйста, на тренбола. Два момента, смотри, первый момент. Это вот палец в левой руке, у тебя немножечко напряженные пальцы, вот такие. В данный момент они не должны быть, фактически, они не задействованы звукоизвлечениями. Эти пальцы, они просто накрывают палку и ее фиксируют. Да, вот. Потому что, если ты будешь играть так, то напряжение передастся твоей кисти. И будет уже неудобно. Просто они лежат на палочке. Фиксируют, чтобы она не уходила вправо-влево. Второй момент. Вот момент от дробок. Покажи, пожалуйста, как ты добиваешься. Просто правый рукой, какой у тебя от дробок. Ага, ты делаешь через двойку, да? Да. Да. Вот смотри, это так называемый американский строк, да? Вот это, вот то, что идет через двойки. Здесь играют те же двойки, без прижима. Есть разные моменты. Первое, что, чтобы продлить от дробок, здесь нужно, во-первых, нужно атака. Потому что, если ты будешь играть просто вот так, в чем-то, в чем-то, да, более насыщенно. Вот, чтобы добиться вот этой насыщенности, нам нужен другой от дробок. От дробок, как бы, тут даже не говорится о количестве ударов, то есть не двойки. Просто ты стараешься как можно дольше продлить этот от дробок. Вот смотри. Стараешься как можно дольше прижимать палку. Попробуем. Ты уже изначально, у тебя не прижимаешь. А ты удалил и отпустил. Добавь чуть-чуть энергии сюда. Ты сейчас играешь просто в ногу, она проскачет, да, а туда чуть-чуть энергии. Фууу. Смотри, ты своим движением вторым, вот вторая двойка, у тебя, получается, ты гасишь, как бы, звук. Вот ты делаешь... А я предлагаю тебе ударить, чтобы повторным движением ты заставил палочку прыгать. Основная игровая зона находится здесь. Чем ближе к центру, тем хуже отскок. И он используется для фартиси, для таких ударов, поэтому я предлагаю тебе все-таки подбирать вот в этой зоне. Движение. Просто постарайся, чтобы непрерывно было движение. Ну вот. Меньше зазор был между ударами, да? По словам руки. Движение. Хорошо. Уже что-то начинаешь принимать, но чуть-чуть продлить. Постарайся продлить ее. Попробуем. Чуть длиннее. Чуть-чуть длиннее. Теперь то же самое, только чуть меньше акцент, вот этот первый. Существует еще момент, когда можно чуть-чуть продлить, вот такой прием есть, когда чуть-чуть вбок и видишь палочку, да, вот так. Вот такой мячик, ты вот запускаешь и даешь ему прыгать. И в то же время чуть-чуть его подсыпаешь, чтобы он не терял вот эту инерцию. Вот то же самое, давай, я сейчас все попробую, я сейчас все получу. Не надо увлекаться, не надо увлекаться вот этими вот движениями, это как вспомогательный момент, понимаешь, это основной все-таки. Если можно без него обойтись, без этого движения, то можно и... Так, то же самое, левой рукой давай попробуем. Вот этот палец, он не должен быть так, он должен лежать на палочке. Спокойно. Вот. Чуть больше энергии запускает в удар. Здесь можно, например, как «Медили Макс» сыграть, вот допустим, вот. Просто постарайся продлить вот этот от дробок, продлить до... Когда мы уже что-то нашли, какой-то момент, давай попробуем теперь просто поиграть само тремоло. Само тремоло... Тут важно, чего я имею в виду. Тут, как говорится, когда у тебя есть свой барабан, на котором ты обычно играешь, ищешь место. Вот смотри, в каждом барабане есть такой маленький секрет. Надо поставить руки так на тремоло, чтобы... Вот, например, отыгрываешь... Вот для верха отмечал, пластик должен передать вот это вот движение, вибрацию. Искать такое место. Конечно, на своем барабане это гораздо уже все знаете. Просто немного прислонив к пластику. Да-да-да, и найти вот этот вот... Немножко, конечно, ну, понятно, что это не даст стопроцентной гарантии, если ты не умеешь играть тремоло, как сказать, но... Но, в принципе, помогает вот начать, да, вот... Вот, допустим, я нашел... Тихонечко начать, то лучше вот... Начать в том месте, где лучше всего отвечает пружина. Вот. И почему мы играем? Теперь момент начала тремоло. Есть... Ну, вот, я не знаю, в школе Купинского написано, там, у других, что надо бить в одну точку. Правильно? Я противно играл. Почему? Когда вы играете в одну точку, то... Великий риск касания палок. Я, наоборот, предлагаю немножечко вот... Правая рука чуть правее пружины, левая... Почему? Опять же. Когда вы играете здесь, вот, на пружине... Ну, может быть, переглушение. Следующий удар переглушает антрог, переглушает предыдущий удар. Так же вот... С двух сторон посылаете звуковой волной, и она больше дает... Пружину больше отзывается. Попробуй. Вот. Вот, им говорят, нет, нет, смотри. Вот еще раз, чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Да. Развини, если не бойся, да. Аром, ты ошибка в чем? В том, что вот, в коробке, куда-нибудь туда-сюда... Подходишь, что у тебя получается. Вот. Из-за этого, вот этот звуковой сотник... Дело в том, что... Видишь, какая разница, да? Дело в том, что вот, получается немножко волнообразная. Постарайся его, чтобы... Если он поставил, то в одну точку. Постарайся его по-своему отображению. Гланд, попробуешь? Могли бы показать, может быть, правильность движения в традиционной обстановке, как человек, играющий в игре? Ну, что именно правильность? Я могу параллельно показать, то же самое, пожалуйста. Нет, это вот. Могу и так. Единственное, тут очень неплохо все, единственный момент, ты ограничиваешь, как бы рукой ограничиваешь количество отрубков. Хорошо. А так ты пробовал? Просто меня интересовал вопрос, прижимается все только большим пальцем? Ну, не то, что прижимается. Да, 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 фиксирует вот, да, да, да. Эти пальцы, они просто открывают палку, чтобы она не подела в правую сторону. Дело в том, что, например, я, как говорится, к «Кобель» постановкам отношусь совершенно нормально, хотя учился я, поскольку он в силу своего возраста, я учился вот этой традиционной постановкой, потому что тогда просто не принято было играть. Она появилась уже в 80-е годы постепенно, у меня Синьки, кстати, сначала была Синькин, а потом уже пришла в консерватуре, я уже ее закончил, когда тут и пришла она. Вот. Но потом я смотрю просто по необходимости, почему по необходимости? Когда ты играешь на мультиперкуссии, тебе просто необходимо платить остановку, потому что играешь на томах, играешь на каких-то там вонгах, на чем-то еще, это не будешь вот так вот играть. Или перехватывать палку, если тебе нужно сыграть тремоло. Поэтому, естественно, мы занимались так. Мне просто по душе она причем отвечает. Мне кажется, что все-таки вот так звучит тремоло лучше, когда барабанул колонем. Почему? Потому что тут какое-то отражение, звук от угла, даже под углом. И то, что когда барабан так, то и звук уходит в пол. Это мое, сугубо, ощущение. Ну не только. Ну и многие коллеги со мной соглашаются в этом. Не я придумал этот момент. Но, опять же, знаю, что даже вот многие ударники с возрастом переходят вот Аген Владимирович Бутов. Он перешел на параллельную постановку. Это вот случилось где-то после 65 лет. Он решил играть так. Он сказал, что ему так легче, удобно играть. И у него из-за всех порядки с тремоло, со всеми фигурами. Но он играет так, да. Ну, только потому, что он великолепно играл и в традиционной постановке. Поэтому здесь, опять же, это ваш выбор. Но, опять же, кто связан с маршингом, да, с какими-то проходками, то скажем, это уже вопрос о ремне и так далее. Хотя сейчас тоже есть и такие уже. Да, корсетик просто. Да, но все равно. Вот. Поэтому тут выбор, как говорится, за вами. Но важно что? Важно понять момент от дробка. Потому что когда будет, это первое, когда будет правильно найден вот этот момент. Значит, смотри, еще вот я хочу посоветовать такой момент. Вот когда ты ищешь от дробок, да, ты работаешь над ним. Постарайся вот, как бы, проникать палкой, ну, внутрь, под пластик туда. Да, вот такое ощущение у тебя должно быть, что у тебя палка. Оттуда звук берет? Не понял. Потому что в обычной двойке, вот это американская двоечная тремла, которая в обойме там, ну, в таблице рудиментов, во всех этих соло шестинах, она поверхностная, да? А наша тремла, такой обычный тремл, она не только наша, она немецкая школа прекрасная, есть там чешский, словацкий малого барабана. Вот там все это отписано тоже на другой, да, другой тембр, не такой поверхности. Вот, хотя американская школа, она прекрасна в том, что ей можно быстро наводить, и, как говорится, такой момент она, но все-таки вот, если лучше подходить, так сказать, со стопроцентной требовательностью к себе, я, конечно, лучше обладать этой. Вот, теперь второй момент тремла, это крещендо, диминуэндо и прочие, так сказать, моменты. Смотрите, я вот считаю, ну, не только я и многие, так сказать, ему педагогу, Михаил Снегилев и до этого собсаночник, ей все время говорили о том, что вы должны подразумевать какую-то фигуру, когда вы играете тремл. Потому что, если просто вот запустить тремл, ну да, бывает отлива, там, сольная, там, в самой галоровке стоять, а тремл, ну, еще где-то соль, держишь шертом и все. Но, если ты играешь в какой-то марш или какой-то, ну, ты должен понимать, да, у тебя, допустим, четыре четверти, ты должен примерно понимать, какие фигуры, какие длительности тебе должны быть, чтобы выйти из этого тремла, да, Вот для этого, смотри, вот такое попробую, вот такое упражнение. Ты играешь сначала тремл, вообще-то, там, два, две четверти, я отравлю. Ну, а такой обычный нюанс, какой угол у тебя. Вот ты сейчас себе представляешь, как тремл, как-то шестнадцатый? Ну... Скорее нет. Скорее нет. Вот я тебе предлагаю, чтобы каждая отруга примерно, вот, равен шестнадцатый, да? Ты понимаешь, да, то есть у тебя движение рук, оно не меняется. Представь себе шестнадцатый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, я говорю, у вас даже небольшая ошибка в чем? Вы все равно меняете движение, когда переходите на фигуру. Вот останется, не меняйте его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрыв Раз Два Взрыв Взрыв Подгоняешь их потом, чтобы попасть в следы Раз Взрыв 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 Смотрите Тремолы состоят из двух вариантов Либо ты играешь на одну руку 16-ый Либо ты играешь нечетные колеси Это зависит от темпы Те же триумли Бывает такое Тут приходят на помощь вот эти рудиментарные приемы, как он называется, там 7, да, строк, ролл, по-моему, да? Да, 7. Бывает, что и 11. Зависит момент, это зависит от дирижера, ну, всякое, чтобы где-то замедлил, и тут нужно уметь закончить тремол на любую руку. Это, опять же, такое упражнение, которое вы пробуете, просто вот играете. Теперь третий момент, это момент крещендо-димонуэндо. То, что форт играет тремол, пьяный играет, а монетка чем-то димонэндо, это такой бывает довольно-таки момент, как я видел. Вот я в данный момент предлагаю, смотрите, как учат школу Купинского, да, значит, что зон арабана в край. Всё замечательно, всё замечательно. Но существуют ещё какие-то такие промежуточные моменты. Значит, что мы начинаем? Начинаем пьяный, да, тремоло. То есть фактически мы играем тремоло без нажима. Без, без, руки не, как говорится, ну, не жмутного. Стараемся они и кистями это делать. Потом добавляем энергии в руки. Не выходя за зону на улице, пьяно, пьяно зону, да, попробуй, попробуй такое упражнение. Сначала, подавай, конечно, сюда. Сначала просто пьяно. Ты делаешь амплитуду, увеличиваешь. А я вот её не увеличиваю, я просто добавляю, смотрите. Как же говоря, скажем. Может, так попробую? Энергетика сюда просто попробуй так. Попробуй так. Попробуй так. А, да, да. А, да. А, да, да! Затем не выходить за зону первого. Затем не выходить за зону первого. Ищешь зону, зона комфорта. Затем не очень. Затем не включается в последний момент. Вся амплитуда. Почему? Потому что любое трещинда, оно хорошо тем, что если есть четыре такта, значит его надо делать где-то к середине последнего сульта. Настоящий большой трещинда. Иначе у тебя просто не рассчитаешь свои силы и некуда уже будет. Это тоже такой закон. Ну, прием, закон, я не знаю, но в последний момент, чтобы долго куда добавить. Поэтому надо бы рассчитать это. Когда ты делаешь его, амплитуда включается уже в последний момент. Ну, если, например, просят собирать пиано на форте и говорят сделать ровную такую... Ну, значит, делаешь ровную, ты рассчитываешь просто. Ты должен уже понять, сколько тебе надо, да, и сколько у тактов этого. Тремоло, или в одном такте ты делаешь, или тебе надо сделать на четыре такта, или на восемь. И ты уже смотришь, просто рассчитываешь свои силы, и знаешь, зная пределы, но всегда процентов 10 должен оставлять на последний апельсин, да. Чтобы еще добавить. Потому что, понимаешь, что ты держал? Ну, все, обон, их! Тогда надо еще добавить. Поэтому, и желательно еще смотреть на тарелочника, чтобы вместе с ним закончить. Часто не по руке дирижера, а по тарелочнику это делается. Потому что удар тарелок, и... Ну, как правило, по любому роману. Да, да, да. Но тут, в принципе, вот именно распределение вот этой силы тут уже, как говорится, опыт, да, и какая-то просто подготовленность к этому. Надо быть готовым. Вот. Что хочу сказать по поводу... Теперь второй момент диминуэнда, да. Вот ты играешь, когда... И драйон мы... Включается то же самое. Уходим на мет, да. Давай там смеяться форту нам выйдет. Но здесь то же самое, только в обратном порядке. Сначала выключается амплитуда. Амплитуда. И потом уже там... Есть еще такой прием, когда барабанит. Такой есть прием еще. Возвращая хаки. Да, да. Ферферирую мне так называемое, ваше бывает, замедленье. Ну, это опять же тоже по музыке, да, вы смотрите как это... Попробуй, попробуй. С форта уйдёшься. Вот эту точечку можно... Но всё равно используется как бы перемещение. Конечно, конечно. Но всё в обратном порядке идёт. Попробуй. Надо сначала вы предлагаете активно... Вот, например, у Прокофьева в «Ане и Миле» Там есть такой... Киридарий Кутузов. Там ловится фигурация. Там есть огромный сон, тремон, лава и барабана. Там ябка, наверное, да? Долго идёт, а потом... Вот такой приём. Вот, что хочу ещё сказать по этому вопросу. Ну вот, что касается... Что я говорил о спорнике Егора Штюрма, чем он полезен. Там не просто на будущее, да. Там есть раздел с 32 нотами, да? Там, ближе к концу. Тоже самое с тревольным моментом, да? Ну да. А также при размере 6 восьмых и 9 восьмых, да? При удольном размере тоже там, понимаете? В зависимости от размера мы выбираем вся группировка. Совершенно верно, и плюс еще зависимости от темпа. Ну что касается еще момента тремола, что хотел сказать. Бывает такое, что нужно играть долго-долго тремол на пьяно. Такая есть микроводистка Симфония Шостаковича. Ну, можно, конечно, приглушить барабан, положить сурдинку. Это все тоже допускается. Как игра с сурдиной, она тоже, в общем, просто единственное, чтобы струны были слышны, потому что не надо увидеть дальше сурдинку, и там картонка звучит в итоге. Вот, но здесь что, когда надо играть долго, просто здесь очень важно начать это тремоло. Чтобы не заклинило руки, не мандраж не схватил. Ну, здесь должно быть ощущение, что вы уже играете. Отсюда, да, с воздуха, да, летело и прилетело. Попробуй. 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 Пену. Там можно кише. То же самое, то же самое, то же самое, как вокруг, да, да, звучание. Попробуй. Нет, у тебя сейчас слышна фигура была. Трюль, сейчас по-какле. Хорошо, хорошо. Чтобы у тебя ползла палочка, из-за этого у тебя слышно разницу. Здесь важно не послать силу, в ударе не должно быть силы. У тебя напряжены пальцы в левой руке, и из-за этого вы чуть-чуть подстанкиваете. Наоборот, все должно быть максимально расслаблено. Наоборот, долгий отродок должен быть, как можно дольше стараться отродок должен быть, как можно дольше. Попробуем. Рассказь, что ты играешь, что ты злой, уже играешь. И... О-о! Второй момент, есть опасность того, что у вас очень редкие адровки и они заканчиваются раньше, чем вся следующая рука. Поэтому тут вы должны корректировать этот момент, если вы чувствуете, что ну вот да, бывает такое, не в духе сегодня, и значит чуть-чуть ускоряешь, да, движение чуть-чуть, давай. Не, 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 это все не верно, это все не верно. Еще важно найти момент, когда сводится подструнник, чтобы он откликался. Да, 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 совершенно верно. Вся фишка тут в том, что следующий антробок начинался должен тогда, когда не закончился еще верно. Он чуть-чуть, именно без акцента, наезжает не верно. Наверное, надо отрабатывать. Ну, не то, что отрабатывать, это надо просто почувствовать. Попробуй, постарайся, чтобы следующий антробок начинался, когда еще предыдущий не закончился. Ну, не чистый, не чистый. О, хорошо. Свободный, леверка свободный, ничего тут сверхъестественного не будет. Старайся, чтобы не было. Оно получается из-за того, что у тебя неравномерно работают руки. Сузыка. Вокация, как и другие. Сузыка. И что еще место опять же. И еще можно постараться длиной, это уже сделалось как бы. Сузыка. Дело в том, что композиторы не думают о наших технических проблемах, им кажется, что этот форт издалека. Например, в «Кирковой даме» там ушел человек за сцену, за тряпки. С детским фортом? Нет, не детский, а с трубой. И оно окажется далеко. На самом деле, играют партизмы там. То же самое. Например, нет дежур, они барабанщику стоят за сцену. Он звучит, и все прекрасно. Он играет в «Антесе фортосе», и у него все звучит издалека. А в оркестре приходится играть иногда вот такие вещи. Поэтому мы находим такие варианты. Конечно, допустимая заглушка барабана тоже помогает, и, так сказать, приближает. И ты можешь чуть-чуть добавить звука. Вот. Ну, опять же. Вот. Что еще хотел сказать по... Значит, по поводу тремола, по поводу фигуры. Мы поговорили, по поводу... Значит, ну, тут важно поймать вот еще раз этот момент от длинного отробка. Просто поработать над ним. Именно вот то, что я говорил. Да? Чтобы отробок вот как бы... Я не знаю, что тут три. Я даже не знаю, сколько здесь. Может и пять, может и десять. Ну, как только получится, так получится. Но он должен быть насыщен до конца. Не касится от дробок, а... А. 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 И да. Вот. В W это палку, так вы понимаете, да? Вот этот момент. Не ударило просто. И... Да, вот поскакать сколько, так сказать, она поскачет. А именно... Наверное, такой же прием есть, наверное, и в Литаврах. И есть такой же прием от удара в ксилофоне, в маринге и в фортре. Она тоже, как бы, пытается, как бы, туда проникнуть вглубь инструмента. Продавить туда. Вот так. Вот этот момент самый важный у нас. То же самое. Значит, левая рука, опять же, не нужно увлекаться вот этим. Почему? Потому что это не разница в тембрах, да? Заметьте, да? Требол такой. На одинаковой частоте выигрывает второй вариант. Обязательно. Теперь хочу еще просто в качестве, так сказать, примера. Ну... Наверное, у вас очень часто встречалась такая фигура, когда играете восьмая. восьмая, восьмая удар, восьмая тремова, восьмая удар, восьмая тремова, да? Они встречаются и... Там-ти-ям-ти-ям-ти-ям-ти-ям. Да. Да. Ну, поиграем. Просто как ты себе видишь? Сидор, в комплект раз, два, раз, два. Стал, да? Давай попробуй. Наверное, может быть. Ну, попробуй, попробуй. Как ты видишь, я. Надрой, такой вариант. Народная рука? Нет. Нет. Поняли? Не понял. То есть, войной прошла? Нет. То есть требует играть только левой рукой, правой играет ровно и восьмой. Понятно, да? То есть от рова к левой рукой только играется. Почему? Потому что та же сеча Прикерженцы, да, если можно было, там быстро очень тянет. Или Сонтанет, или Чудо тоже. Есть что-то из Дубинского? Почему? Это мне еще в свое время Владимир Михайлович Недерев этот секрет рассказал. Попробуй. То же самое, как треволька как будто-то играет. Практически вместе играет правая и левая рука. Если будешь играть как положено, не получится вот этого эффекта требовала. Активно. 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 Как треволь, да? Вот именно. Восьмой и две шансовые. Ну... Треволь слева, руки направо. Нет. Правой? Ты играешь как бы... Я играл со, баньчонки опять. Так. Попробуй. Ты играешь как треволь. Ты его прям рад не поменял. Сейчас. Как трой. Треволь, да. Как и вторая фаршака. Попробуем на один очень удобный прием, который очень пригодится в будущем. Ты никогда не будешь сзади. Если по-честному, вы начали два дропа. Опять же, в медленном темпе это все замечательно. Как те же фаршваги, которые играют в медленном темпе, они играют еночные удары, быстрые, как бы они у тебя не получались. Мы просто сокращаем из двух рук, превращаемся в один мощный прижим левой рук. Да, да, только левая рука делает прижим, а правая рука делает. И это можно использовать, кстати, в таких вот темповых вещах, как короткое тремоло. Его сыграть одной рукой, допустим. Головка, всякие польки и так далее. Играется вот таким образом. Грубо говоря, 4-16, из которых 2-4, с одропами. Если записать, то 2-3-4, с одропами. Нет, если записать, то получается 1-2-8 играется. 1-3-8 играется, 2-3-8 играется, 2-3-8 играется. Одна рука, правда, проиграет ногу, левая играет от руку. Ну, или наоборот, пристрелившись. Желтую весит у нас. Вадимыч, который передо мной играл, показывал. Он левша. Он играет наоборот, на левую руку. Я тоже левша, но привык. Абсолютно играться. Ну, это нормально. Я как раз ты переучен диалогами. Я смотрю на тебя левая рука очень хорошо развита. Тебе даже легче. В этом плане. Вот, ну, наверное, я не знаю. Ну, наверное, пока все, что я хотел. Если будут вопросы, я думаю, мы к этому потом вернемся еще. Вот. А сейчас, ну, могу сказать только одно. Смотрите наш канал Перкуссия Плац. Нашу передачу. И, в общем, постараемся. Еще, если есть вопросы, пишите. Мы всегда ответим на них. Вот. И пишите на нашу почту. Пишите в группы. И наши инстаграмы и прочее. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok